Меня зовут Анастасия, я из города Саратова, Россия. Я выбрала обучение в Канаде, потому что у меня всегда была идея учиться в англоязычной стране. И я, в принципе, выбирала между Канадой, Англией, Новой Зеландией и США. Я учусь на программе Computer Programmer, ну, выбрала, потому что мне нравится программирование. Здесь мне очень нравится, что у нас все абсолютно предметы связаны именно с IT, то есть нет ничего лишнего, все предметы очень интересные и очень разнообразные. То есть нет такого, что мы зациклены только на программировании, у нас есть разные предметы, которые, там, базы данных, допустим, и то есть, когда ты заканчиваешь колледж, ты уже понимаешь, с чем тебе интереснее работать. Потому что программирование — это большая область, и в ней очень много подразделений. И то есть колледж позволяет понять, что тебе нравится больше. После первого семестра мне мой профессор по программированию предложил подать свое резюме в AI Hub, собственно, что я и сделала. Потом, через пару месяцев, они приняли мое резюме, и у меня было интервью. Я работаю с понедельника по четверг, 9 часов с 8.30 до 5.30, и полчаса обеденный перерыв. У меня зарплата 17 долларов 66 центов в час, ну, плюс вычитывается налог. Оплата происходит раз в две недели. Проект будет длиться даже не три месяца, он где-то месяцев пять. Да, после, когда уже начинается сентябрь, то есть начинается обучение, мы уже будем не full-time, а part-time. У нас будет где-то 10 часов работы в неделю. Я работаю над проектом с одной цементной фабрикой, которая находится тут недалеко в Баммавилле. Они заказали программу, которая бы внедряла искусственный интеллект, и эта программа будет для них вычислять пики потребления электричества в Онтарио. В колледже есть различные возможности для студентов разных профессий. Так, например, есть Riot Radio для студентов, которые занимаются музыкой. Им дают возможность брать интервью, снимать, записывать различные клипы и все такое. И у них даже есть стрим, то есть в любой момент можно подключиться и послушать, что происходит на кампусе и так далее. Также есть, насколько я знаю, для студентов-журналистов возможность выпускать свою газету. Она называется Chronicle. У нас по всему кампусу есть специальные стенды, где можно взять эту газету совершенно бесплатно и почитать, что тут происходит. Будущим студентам я бы порекомендовала набраться терпения. Первое время будет, ну, не то что сложноваться, но просто адаптация, получается новый язык. Люди тут тоже по-другому общаются. То есть просто не бояться и не стесняться, потому что тут очень любят, когда ты там впереди планеты в Сирии, стараешься на уроках, на парах как-то себя проявлять. Вот, собственно, все.